Друзья, в нашем институте продолжение следует. Институт за 100 дней, институт живописи. И я хочу презентовать следующие наши высоты, которые мы будем брать. Мы будем с вами копировать современных мастеров, сразу после копий старых мастеров. И я сделал подборку, и хотел бы прокомментировать ту подборку, которую я сделал. В этой подборке из 10 картин. 10 у нас их, да? Есть портрет. Портрет, который решен в традициях контражура. То есть свет попадает оттуда, на объект, а не отсюда. Чем хороши такие портреты? Современная живопись очень любит портрет в контражуре, потому что он уводит от пафосности, от претензиозности. Он как бы немножко репортажен, подсмотрен и, как следствие, поэтичен. И вот умение решать сплошными рефлексами. Рефлексами. Задачу в портрете не свет-тень, да? А рефлексы. Свет и тень фактически мы имеем. И вот это умение решать необходимо. Ну, плюс, конечно, общение с мазком. Более современным мазком, чем в живописи старых мастеров. Тоже все это пригодится, все эти навыки. Такой портрет легко перевести на портрет кого-то из близких, потому что черты немножко смутны. И достаточно чуть-чуть изменить размер губ, место расположения глаз. И глядишь уже и другой человек. Поэтому вот такой портрет я выбрал для нашего института как полезную во всех отношениях вещицу. Еще у нас такие задачи будут. Вот, например, натюрморт с цветами, где каркасный цвет черный. Научиться работать через черный и решать вопросы с черным, но при этом сохранять игру цвета, очень важно. И вы видите, как черный каркас, где черный везде. И это не чугунно, это серебристо. Это как бы серебряный век прямо. То есть и малейшие цветовые взрывы, все, и мы получаем нарядное, цветовое и очень сгармонизированное в цвете решение. Ну и плюс, конечно, умение воспользоваться графикой, степенью темности. Все это будет в этом натюрморте проговорено. Еще такая работка, это современный, современный, давай я их, наверное, буду убирать, да? Ты же настроилась на вот эту часть, да? Так, это мы уже просмотрели. Современная русская живопись. В данном случае крымский художник, такой соцарт, с импрессионистическим, нарочитым импрессионистическим уклоном. Поскольку нас окружают, пусть уже и пожилые художники, но окружают художники именно с этой технологией письма, основная масса русских художников, союза художников, обычно все-таки писали вот в этом ключе. И крымчане писали еще и понаряднее, по жизнерадостнее. Поэтому, вот как рекомендованная вещь, нас подобная живопись очень сильно в России окружает, поэтому стоит познакомиться. Тем более письмо здесь очень легкое, и я думаю, что вам оно понравится. Оно не может не понравиться. Вроде и грубое, но очень легкое и красивое письмо, где каркасный цвет это воздух. Видите, все, вот этот сиреневый каркас воздушной среды, хотя он в силу естественных причин часто сиренев. Вот, но это тем не... Всюду-всюду он добавляет эту воздушную пелену. И, ну, у нас еще дополнительная степень сложности, профиль. Познакомиться с идеей профиля тоже будет полезно. Ну, а самое главное, конечно, технология написания таких вещей. Следующая тема. Несмотря на то, что художник начала 20 века, но это тот импрессионизм, которым пользуются и поныне, особенно в зимних пейзажах масса художников, используют этот характер письма, ритма мазочков и набросковость исполнения по сей день. Поэтому я взял как бы основоположника вот этого ритма. И стоит и вам познакомиться именно как современным подходом к решению, например, зимы. Потому что очень простая задача. У меня были люди, и они так поразились, что через час, когда они заглянули в мастерскую, она была уже готова. Вот. Я думаю, тоже вы поразитесь ту умненькость и легкость, которая здесь проповедана. Ну, и я попытался вам открыть двери к этой технологии. Закаты. Конечно, все мы любим закаты, и все зрители любят закаты. И с закатами тоже нужно уметь работать. И здесь вы будете знакомиться с идеей заката. И несмотря на то, что кажется, что она чуть ли не по-шишкински выписана, нет, это модернистский подход к исполнению. Поэтому полезная, умненькая работа. Много разных средств перечислено, и планов перечислено. Я вот выбирал. Я очень много перелистываю для того, чтобы выбрать оптимальную задачу, для того, чтобы научиться вот эти вещи расследовать, расследовать, понимать. И, конечно, копирование такой вещи принесет вам несомненную пользу. Здесь. Здесь у нас на вырисовывание. Вырисовывание. То есть, те из вас, кто такие по природе перфекционисты, любят все вырисованное, вот для вас это будет очень полезная, умная задача. И главное, что подобных тем пруд-пруди, это и наши озера с лодками, и, конечно же, Венеция. И вы здесь прочтете эту задачу вместе с этими бликами, которые, видите, неестественно оранжевые, но естественные в контексте картины. Вот. И с графикой познакомитесь, и как этой графикой воспользоваться. Вы видите, они не черные, а красные. И это умное делание. Поэтому вот со всем этим вы познакомитесь, с умением делать эти червячки на воде. Очень часто встречаемая сейчас в живописи ситуация воды с ее червячками, с ее отражениями. Поскольку есть фотоматериал, всегда можно с этого фотоматериала эти червячки срисовывать. И вопрос в том, как подойти технологически. К этому удобно и с удовольствием. Морской пейзаж. Здесь нет вообще айвазовщины. То есть это чисто современное решение пейзажа современным художникам. И вот эту не айвазовщину, которую исповедовали художники еще недавно, а уже современный, легкий подход, с хорошей фотографией, допустим, когда есть, можно накалякать таких пейзажей, тьму тьмущую. И приемов здесь облегчающих работу очень много. Поэтому я выбрал эту задачу. Она понятна по сюжету вполне. И зачем-то взял слишком маленький формат. Но для нее любой формат подойдет. Тут можно любого гиганта взять и будут те же способы решения. Очень удобная в исполнении тематика. Ну, вы все это увидите, когда будете копировать эту вещецу. Вот. Ну и, наконец, еще одна натюрморт. Все мы знаем, что есть классические натюрморты с очень сложными предметами, со сложным предметным планом, с какими-то сложными драпировками. И очень часто это все не по зубам. А если даже вроде бы человек выписал натюрморт, но натюрморт выписан так, что лучше он был бы не выписан. Настолько он будет кричать своим незнанием художественных элементов. То есть, вроде все вырисовано, но смотреть противно. Такое очень часто бывает, особенно в натюрмортах. В пейзажах многие вещи простительные. Поэтому я взял натюрморт, это же натюрморт, здесь и драпировка, и плоскость, и предметный план. И в то же время решение простое и нарядное. И сейчас очень модные такие вещи, вы не раз, наверное, встречались с подобными вещами в интернете. И, конечно же, каждый может взять и салфетку, прямо из домашнего обихода, и красивые фрукты, и какой-нибудь ножик. И все это можно писать. И надо посмотреть, какие подходы в этом есть. Вот, и последний здесь из этой серии, мы не нашли эту картинку, то ли продалась, то ли еще что-то. Вот городской пейзаж тоже. Вроде бы целый городской пейзаж, содержательный, но художник так нахитрил, что мы фактически выписываем только вот эти вот предметики, а все остальное это так, дым, дым, дым. Воздушная среда и отражения, и блики. То есть это тот подход, за который стоит браться, для того, чтобы пейзаж, городской пейзаж в вашем исполнении не стал чертежом, архитектурным, архитектурным чертежом, потому что это ни к чему. Чтобы он мог быть поэтичным. И здесь для этого все есть, все эти обобщения, которые художники используют, здесь они сконцентрированы, и вы сможете попробовать это, копируя. Вот. Вот такие 10 работ, которые я вам рекомендую сейчас приобрести, даже те, которые, может быть, из вас еще первые 10 шагов делают. Может быть, в течение лета у вас появится возможность их приобрести, скажем, на осень, когда самое продуктивное время для обучения. Все. Желаю успеха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok